О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Без паники, как проходят антитеррористические учения возле Ривны и какие навыки отрабатывают силовики? Лечить некому, почему из Ахмадета массово увольняются врачи и какой помощи ждать больным детям? Голодовка у стен школы, из-за чего учебный год в Запорожской области на грани срыва и что местные чиновники предлагают школьникам? Протест правых, почему немецкая полиция оказалась не готовой к массовым протестам и что сейчас происходит на улицах Хемница? Сегодня на Донбассе боевики четыре раза нарушили школьное перемирие. Противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, выстрелкового оружия. Неспокойно было возле Крымского, Новотошковского, Павла Поля и Водянова. Также в штабе Операции Объединенных Сил сообщили, что 3 сентября стартуют крупнейшие в Украине международные учения Rapid Trident 2018, которые проведут во Львовской области. И что до других важных новин. Тривая сообщественное командно-штабное учение ВССУ «Шторм-18», который включает в себя управление войсками в ходе введения обороны Черноморского узбережья. Корабельные и катерные тактические группы ВССУ Украины выполнили боевые стрельбы по условным морским, поветренным и береговым цилям. Диверсанты, взрывы на воинских складах и заминированная райадминистрация. Сарны в Римненской области на три дня стали полигоном для проведения антитеррористических учений. Как отработали первый этап, расскажет Снежана Сидорук. Для жителей города Сарны учения штаба антитеррористического центра стали полной неожиданностью. На въезде в город появились блокпосты. Полицейские останавливают машины, проверяют документы у водителей, осматривают автомобили. Ищут оружие и взрывчатку. Водители в недоумении. Немного нервничают, но не сопротивляются. Видите, что сейчас в Украине делается. Война и все-таки. Я не против, пусть перевирают. Мало ли что, может кто-то и будет перевозить какую-то стрельбу. Я только за, чтобы все это делали. В самом городе усилены меры безопасности. Объявлен желтый уровень тревоги. В городе Сарна зашла диверсийно разведывающая группа. В складе шести человеку ориентованного. Их задача – выполнить ряд диверсий. Основные объекты – это воинская часть. По сценарию учений диверсанты заложили взрывчатку на территории воинской части. Происходит взрыв. Постраждал один пожарник. В результате выбуха и полумья. И он имеет более 40% опеки шкарных покрывов. Пострадавшего сразу доставляют в реанимацию. Не успели пожарные ликвидировать пожар, как получили новый вызов. Всех чиновников выводят на улицу. Около 70 человек. Здание окружают нацгвардейцы. Пострадавших нет. На этом первый этап учений закончился. Завтра продолжение. Спецназовцы должны будут взять штурмом здание, где диверсанты удерживают заложников. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Более 400 человек погибли, подорвавшись на минах на востоке Украины. Таковы данные Министерства обороны. Причем среди них 21 ребенок. Минобороны также сообщили, что еще предстоит очистить огромные территории на Донбассе. В ведомстве также отметили, незаконные формирования зачастую используют мины российского производства, запрещенные международными конвенциями. Сейчас разминированием в зоне боевых действий занимаются около 300 специалистов. Территория, которая сейчас считается небезопасной, складает приблизительно 7 тысяч квадратных километров. Это только та территория, которая под контролем уряды Украины. Можете себе представить приблизительно такую же цифру, которая сейчас темночасово не под контролем нашему уряду. Украина разыскивает 294 пропавших без вести на Донбассе, которых уже идентифицировали. Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Герасченко. Еще более тысячи тел остаются неопознанными. Это статистика Международного фонда Красного Креста. Но точных данных нет. Сложная ситуация и с освобождением политзаключенных украинцев. Спустя 4 месяца предложение украинской стороны обменять 30 россиян, осужденных в Украине, Москва игнорирует. Мы имеем такие, из разных джерел, звичайную информацию про то, что и стан здоровья Володимира Балуха погиршуется, потому что он больше статей голодует, так же Олега Сенцова и других братьев Кремля. И, на жаль, не имеем никакой реакции Российской Федерации на все наши страны, кроме Украины. Я хочу напомнить, что, по сути, через деструктивную позицию Кремля, не выполнена договоренность про гуманитарный визит уполноваженных и отведывающими политзаключенными. Представители Нормандской четверки обсудят введение миротворцев на Донбасс во второй половине сентября. А потом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, помимо миротворческой миссии, речь пойдет о безопасности и освобождении украинских политзаключенных и заложников в России. Рассматриваются различные варианты для этой встречи. Вероятно, она состоится во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. США призывают Российскую Федерацию вернуть похищенных крымчан и прекратить гонение за инакомыслие. А потом сообщило американское посольство в Украине. Также в США почтили память погибших под Иловайском. В заявлении посольства сообщается, что Соединенные Штаты осуждают акт военной агрессии России против Украины. Ведь после договоренности прекратить огонь, цитирую, российские вооруженные силы незаконно напали на украинских военных. Напомню, в конце августа 2014 года российские войска и боевики обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Возрождение уникального курорта для людей с ограниченными возможностями, строительство новой школы в Славянске и решение проблем с субсидиями и пенсиями. Об этом на Донбассе сегодня говорили нардепы из Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики. Наши корреспонденты продолжат. Славянск. Знаменитые солончаки и соленые озера. Слав-курорт один из лучших оздоровительных центров Донбасса, особенно для людей, которые не могут передвигаться сами. Раньше сюда приезжали десятки тысяч человек, сейчас гораздо меньше. Я здесь с 98-го года уже 20 лет. Сейчас нехватка персонала, младшего персонала. Была одна нянечка на два этажа. А один человек не может физически не поднять шейника, не посадить. Мы с удовольствием хотим работать. Хотим. Вот я уже много лет работаю и хочу работать. Но вот в лаборатории работаю. Все с другими, мы все рассчитались. В день они платили, пациентов не было. И все рассчитывали, что уходили. С началом войны уникальный санаторий перестал работать. Оппозиционеры все это время пытались не дать курорту умереть. И вот опять они встречаются с персоналом и пациентами. В Киеве о проблемах Донбасса должны знать, что называется, из первых уст. Когда три года назад мы начали бороться за санаторий, мало кто в это верил. Потому что больше всего боялись вообще поднять вопрос, что военных нужно отсюда передислоцировать. И ситуация была вот абсолютно в замороженном состоянии. Но все-таки санаторий, единственный санаторий Донбасса, единственный санаторий в Украине, который сегодня лечит людей с такой нозологией, должен работать по профилю. Сегодня нужно вливать большие деньги сюда, чтобы здесь работало. И это возможно. Послушайте, вы посмотрите, сколько получили, сколько выплачено премии для нефтегаза. 200, 15, 20 миллионов долларов. А что бы мы могли сделать, мы в Лермонтовском и здесь, если мы сюда сконцентрировали ресурсы. После этого нардепы неожиданно посещают вот эту недостроенную школу. Ее должны были сдать еще в прошлом году, но обещают уже к ноябрю 2018-го. Но дети вынуждены из этой школы учиться в две смены в другой школе, учиться и ждать. Смета за эти два года выросла у объекта в два раза. Это сразу выникают подозри, будь какое-то разкрадание, и мы не залишим эту ситуацию. Просто так будет направлено звернение от комитета, от меня особисто, как народного депутата, чтобы контрольно-ревизионные органы переверили, как вытрачались деньги, как проектовалось это строительство, и кто реально виден в том, что оно затримано, и дети первого числа не пойдут уже в новенькую, в хорошую, безопасную школу. Кроме этого, нардепы посетили соседний Краматорск, проинспектировав целый ряд соцобъектов и учреждений. Одна из главных проблем – начисление субсидий. Многим людям попросту отказывают в ее оформлении. Нардепы пообещали, что на ближайшем заседании Комитета парламента по вопросам соцполитики поднимут этот вопрос. Андрей Кровец, подробности, телеканал Интер. Прямых законодательных запретов для проведения выборов в объединенных территориальных громадах нет. Об этом сегодня заявил премьер Владимир Гройсман на совещании с руководством Центризбиркома Минюста. Из-за юридической коллизии, напомню, голосования в более сотни УТГ оказались под угрозой срыва, и это, в свою очередь, тормозит децентрализацию. А это одна из ключевых реформ в Украине, считает глава правительства. Поэтому он призвал чиновников найти механизм проведения выборов, чтобы голосование прошло в ноябре или декабре этого года, хотя выборы должны были быть запланированы на октябрь. Миллионы людей, миллионы, сегодня ожидают этих решений. Мы должны двигаться вперед и не остановиться. И я буду бороться за то, чтобы подальше процесс децентрализации был успешным, и чтобы никто не заважал людям объединяться, становиться успешными и решить свои проблемы. Нам нужно найти любые правовые решения, чтобы процесс выборов в объединенных территориальных громадах произошел и произошел в ближнем время. Украина спорила решение Всемирной торговой организации, которая касается разногласий с Россией из-за пошлин на ввоз селитры. В РФ по-прежнему считают, что антидемпинговые санкции незаконны. Впрочем, украинское правительство придерживается другого мнения. Почему так важна апелляция Украины к ВТО, и как это скажется на химической отрасли страны, разбирались наши корреспонденты. Украина готова до конца отстаивать интересы отечественных производителей на международной арене. Государство подало апелляцию на решение группы экспертов Всемирной торговой организации в споре с Россией в отношении антидемпинговых мер. В суде первой инстанции рассматривались 20 требований по селитре, и только 7 из них отстояла РФ. В частности, якобы выявлены нарушения в пересмотре антидемпинговых пошлин. Впрочем, в украинском правительстве с этим решением не согласились и подали апелляцию. Наша апелляция была к тому, что не одна же Россия вырабатывает эту продукцию. Вот системная работа. Значит, мы сейчас, Союз химиков, совместно с Федерацией работодателей Украины, значит, занялся разработкой программы, или мы называем ее стратегией развития химической отрасли. И там есть раздел по защите собственного производителя. Химики отмечают важной победой Украины стало то, что группа экспертов подтвердила правомерность применения газовой корректировки, тем самым увеличив шансы нашей страны на победу. Как известно, из-за дешевого газа себестоимость российской селитры в разы ниже украинской. В результате отечественные предприятия не могут конкурировать с импортом РФ. Эта вещь очень важна для практики других стран. Почему? Потому что Россия, используя низкую цюную цену для собственных производителей, она имеет возможность, скажем, получать преференции, не рынковые преференции, для экспорта и экспансии на рынки других стран. Впрочем, утверждают юристы, сейчас появились сильные аргументы, которые помогут обжаловать спор в апелляционной инстанции. Иск подан в апелляцию, и Украина есть все шансы, скажем так, выиграть те требования, которые были приняты не на сторону Украины, а группой экспертов. В принципе, рассмотрение предполагается где-то три месяца. Это по соглашениям ВТО и будет финальное решение. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас есть определенный кризис в системе ВТО, именно в системе разрешения споров, возможно, что этот процесс немножечко затянется. От решения ВТО в деле по селитре, уверенные эксперты, будет зависеть украинская промышленность в целом. Беспошлин химическую отрасль лишь ждет упадок. Отечественные заводы могут остановиться, а без работы останутся. Более 20 тысяч квалифицированных специалистов. И бюджет страны понесет миллиардные убытки. Поэтому отстаивание национальных промышленных интересов – правильное решение. Учитывая тот негативный опыт, который мы имеем с резким прекращением подачи газа, например, в прошлом для Украины, точно так же может случиться и с удобрениями. Поэтому, снижая зависимость от импортной составляющей в этом секторе, фактически Украина приобретает независимость и в аграрном секторе. Впрочем, пошлины, которые правительство приняло в отношении российской оселитры в начале года, уже дают свои результаты, утверждают химики. Северодонецкий завод, например, который простаивал 4 года, он сегодня тоже запущен. Работает запущено аммиачное производство. Это дает возможность обеспечить осеннюю посевную полностью своими собственными украинскими удобрениями. Это рабочие места порядка 20 тысяч только в химической отрасли, а всего вместе со смежниками около 100 тысяч рабочих мест. Мы не ожидаем в этой связи какого-то ажиотажа или дефицита удобрений азотных для обеспечения осенней посевной 2018 года. Окончательное решение ВТО примет через три месяца. За этот период у комиссии будет время провести новое расследование, инициированное Украиной, и более детально разобраться в ситуации. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Отдавать ли украинские порты в концессию и чем это может грозить отрасли? Об этом сегодня в Одессе говорили портовики и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Какие еще вопросы обсуждали во время встречи, знают наши корреспонденты. Портовики Одесской области и партийцы Батькивщины собрались, чтобы поговорить о наболевшем. Работники портов, в частности, обеспокоены тем, что осенью парламент собирается принять во втором чтении законопроект о концессии украинских портов. Уверены, в этом случае госпредприятия попросту уйдут офшорным компаниям, а трудовые коллективы останутся у разбитого корыта. Подобные коррупционные схемы уже якобы обкатаны во многих портах. Издеваются над нами. Дайте открытые, понятные условия, инвестор придет. Но инвестора сюда, в эту страну сегодня, в эту отрасль, пускает только за взятку, только за откат и за все другое. Юлия Тимошенко заявляет, она тоже против концессии. И фракция Батькивщины этого не допустит. По словам политика, сейчас концессия в Украине означает, по сути, бесплатную приватизацию, когда чиновники-коррупционеры передают коммерсантам успешное госпредприятие, а те, не вкладывая ни копейки, его уничтожают. Просто они забирают все эти основные фонды и минимизуют все траты. А что первое минимизуется? Вся социальная сфера, потом скорочивается значная часть коллектива, а потом начинает делиться вообще инфраструктурой. Презентовала Юлия Тимошенко и концепцию нового курса Украины. Это глобальная программа переформатирования института власти. Включает в себя разработку нового общественного договора. В нем, уверяет политик, будут четко прописаны принципы, по которым будет жить украинское общество. И на базе этого нового суспольного договора будет складаться новый проект Конституции, который, я глубоко уверена, приберет большинство хват, с которыми сегодня живет и работает государственная власть, посилит местное самоврядувание. И самое главное, сделать так, чтобы люди хоть как-то впливали на управление своей Украиной и на свое собственное життя. Новый курс от Тимошенко подразумевает также разработку нового экономического направления, новую стратегию мира и план решения всех социальных проблем, с которыми сталкиваются граждане. Лидер Батькивщины говорит, одна из целей ее поездок – встретиться с интеллектуальными элитами страны и обсудить положение этой концепции. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса. В Киеве задержали мужчину, который сбил жену и взял в заложники своих детей. Об этом сообщили при службе столичной полиции. Мужчина закрылся в квартире с четырьмя детьми и угрожал оружием. После уговоров полицейских выпустил только 13-летнюю дочь. Правоохранителям пришлось штурмовать помещением. Сейчас дети в безопасности, их жизни ничего не угрожает. А вот преступнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Этот ужас начался ночью, когда он начал всех будить своими криками, матами на мою маму. Тогда она убежала, ну вот вызвала полицию и он начал там буйствовать. Винник конфликт между мужем и дружиной. Результат, которого он ее убил, выкинув из квартиры. И в квартире насильно отримывает их общих четырех детей. После того, как была 100% уверена, что под час штурма не постраждают дети, полицейские вызвали этого человека, действуя решительно, уверенно, профессионально затримали этого длочинца. В Черкассах уже третий год стоит на месте судебное разбирательство дела об убийстве героя Украины журналиста Василия Сергеенко. Его убили в апреле 2014 года в лесу под Корсунем. Сегодня состоялось очередное заседание. На нем побывал и Станислав Кухарчук. На этом заседании апелляционного суда рассматривают иск прокуратуры об отмене решения первой инстанции по делу убитого героя Украины, журналиста Василия Сергеенко. Гособвинитель рассказывает, рассмотрение дела уже находилось на финальной стадии, когда коллегия судей вдруг признала их обвинительный акт незаконным. Обвиняемых даже на расстоянии защищает армия маститых адвокатов. За их права они борются даже в режиме видеоконференции. Выпустив обвиняемых в зал, суд переходит к рассмотрению. Обвинитель требует отменить решение суда первой инстанции и продолжить содержание под стражей. Адвокаты отпустить их под защитных под домашний арест. Обвиняемый организатор Вадим Мельник уверяет, что никого из соучастников ранее не знал. А исполнители и вовсе заявляют о жутких пытках. А это видео следственного эксперимента. Виктор Горбенко и соучастник убийства Воронков. В присутствии своих адвокатов и понятых в деталях рассказывают, как похищали и убивали. Срок содержания обвиняемых под стражей заканчивается 7 сентября. И если суд не поддержит апелляцию прокуратуры, на деле можно будет поставить крест, уверен друг убитого журналиста. А сейчас у них все идет по сценарию Нелли Штепа, когда разными техническими методами добиваются того, чтобы не было сформовано склад суду до всплывания за побежный термин, и чтобы бандиты вышли на волю в суд технично. После дебатов и совещания судьи выносят вердикт отмена решения суда первой инстанции о незаконности обвинительного акта и продление срока содержания под стражей для обвиняемых еще на 30 дней. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности телеканал Интер, Черкассы. Медицинский скандал из отделения трансплантации костного мозга в Ахмадете уволились почти все врачи. Из-за чего? Почему в полиции открыли уголовное производство? И что делать больным детям? Все подробности выясняла Евгения Коваленко. Виктория пришла проведать сына подруги. На прошлой неделе у него обнаружили рак крови. Матюша, быстрее выздоравливай! Операция ему пока не нужна. Назначили химиотерапию. Но здесь находятся и те, кому необходим длительный уход. В стационаре семеро онкобольных в тяжелом состоянии, которым сделали пересадку костного мозга. Родители опасаются, жизни их детей могут оказаться под угрозой. Ведь из Ахмадета массово уходят врачи, медсестры и лаборанты. Постоянный прессинг со стороны администрации. И, конечно же, несправедливое увольнение двух ведущих специалистов Украины. Речь идет о заведующей Центром детской онкогематологии Светлане Донской и руководителе отделения трансплантации костного мозга Олега Рыжака. Ему объявили два выговора. Во время служебной проверки нашли массу нарушений в работе. Это невыконание своих оборудов. Это халатность. Это заведующий отделением, который не принимает не только состояние здоровья детей, а то, как у него идет обеспечение в отделении по многих позиций. Главная претензия. Он якобы не выписывал нужное количество препаратов со склада больницы. Из этого пациенты были вынуждены их покупать, хотя могли получить бесплатно. Более того, по словам главврача, на зав отделением неоднократно жаловались родители онкобольных. Дитина лежит три месяца в лекарне. Завтра в дитине трансплантация. Он не то, что не изменил ничего в своих подходах для того, чтобы дозамовить лекарню. Он еще дотянул до того останнего момента. И вот, будь ласка, за два дни дайте мне такой-то перелик препаратов. Олег Рыжак все обвинения отрицает. Говорит, что за все годы работы у него не было ни одного выговора. Считает, что его уволили незаконно. Я вказывал потребу речную только по тех позициях, которые там включены. А включены не нами, а тендерным комитетом, без узгоднения с нами. А заведующая центром детской онкогематологии Светлана Донская попала под сокращение из-за реорганизации, сообщили в администрации Ахмадета. Но Донская считает, что руководство просто искало повод ее выгнать. Врачи предполагают, что их уволили из-за несогласия с политикой Минздрава по поводу обеспечения лекарствами онкобольных и нововведений при трансплантации. С осени этого года мы уже могли бы начать трансплантацию от неродинных доноров благодаря сотрудничеству с немецким реестром. И как только мы подали этот план, сразу начались эти репрессии. Кому-то очень выгодно отправлять детей на лечение за кордон. В Минздраве заведующий Центр одесской онкогематологии и руководители отделения трансплантации костного мозга назвали коррупционерами и попросили правоохранителей разобраться. Полиция открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением. Также в Минздраве заявили, что Рыжак и Донская запугивали и подбивали уволиться других сотрудников. Поэтому свои заявления об уходе написали четыре врача-гематолога, трансфузиолог и несколько биологов с лаборантами. Однако шесть медсестер все же передумали увольняться. Сейчас руководство Ахмадета ищет новых врачей. Евгения Коваленко, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. В Кропивницком родители школьников вышли на акцию протеста. Главное требование наказать чиновников, за которых в городские школы до сих пор не поступили парты и учебные материалы. Родители также считают, что ремонт учебных заведений должны финансировать не они, а местная власть. Поэтому требуют прекратить поборы в школах. Свои требования участники акции передали мэру и депутатам. А в Запорожской области родители двух школ объявили голодовку. Люди протестуют против закрытия учебных заведений. Почему местные чиновники решили поставить на них кресты, куда пойдут дети, 1 сентября узнавал Сергей Бордюжа. Так, в Великой Белозерке ожидают начало учебного года. Люди пытаются достучаться до местных чиновников с единственным требованием. Мы с вчерашнего дня голодуем. Мы сидим под школой, мы ночуем под школой, потому что мы хотим ходить в свою школу. Два месяца назад депутаты сельсовета постановили закрыть две из семи сельских школ. Учителей уволили, а родителям предложили перевезти детей в другие учебные заведения. Люди говорят, это было как гром среди ясного неба. Они не обратили внимание на кодекс законов о работе. У нас не было предупреждено за три месяца, что будет ликвидироваться учебный заклад. То есть, освобили нас, не дотримиваясь абсолютно никакой процедуры про освобождение. Родители объясняют, закрывают одну из лучших школ в селе, а детей предлагают перевезти в аварийное здание. Я прекрасно знаю про эту школу, где валится спортзал. И, во-первых, идет трещина, спортзал состоится рядом, со столовой, там, где дети кушают. Оно все валится. Над спортзалом еще есть второй этаж. Как он держится, это до сих пор для никого была всегда загадка. Не дождавшись чиновников, митингующие сами пошли в сельсовет. Конструктивного диалога не получилось. У главы сельсовета свои аргументы. В школах, которые решили закрыть, вообще нет спортзала и столовой. Еще один повод – это полупустые классы. Мы сегодня распыляемся на 7 школ, на 10 школ, на 20 школ, а детей больше не стоит. А детям нужны условия. Ну, извините, мы же не в горах живем. Если пешеходная досяжность и порядка стоит типовая школа, так, может, надо ее делать. Родители пошли в суд и подали жалобу на решение сельсовета. Теперь слово за служителями Фемиды. На сегодняшний день сельская рада не имеет права вообще никаким движением делать в сторону або ликвидации, або пановления. То есть суды заборонили. Все. Юридический казус. Как выйти из этой патовой ситуации, пока никто не знает. Учителя говорят, праздник первого звонка они все же проведут. А вот начнется ли обучение – неизвестно. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности – телеканал «Интер» Запорожской области. 85 сел затопило в центральной Мьянве. В округе Багго прорвало плотину. 63 тысячи человек покинули свои дома. Вода мгновенно затопила рисовые поля, а также главную автомагистраль, которая соединяла два крупнейших города в стране. По информации властей, дамбу прорвало из-за поломки водосборника. Сейчас продолжается спасательная операция, а погибших информации пока нет. Как я могу чувствовать себя, если мой дом разрушен? Мне негде жить и нечего есть. Вода затопила нашу деревню очень быстро. У нас не было времени, чтобы убежать. Невозможно увидеть все проблемы невооруженным глазом. Мы не знаем, что происходит под землей. Поэтому причина может быть там. Это невозможно предвидеть ни за день, ни за час. ЕС должен установить новые стратегические отношения с Россией и Турцией ради международной стабильности. Об этом во время своего визита в Хельсинки заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Евросоюз обновить взаимодействие с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны. По его словам, это отвечает интересам Евросоюза, но при этом добавил, что Россия должна продемонстрировать прогресс в решении спорных вопросов, включая и боевые действия на Донбассе. Президент Франции и итальянский вице-премьер поссорились из-за мигрантов. Это не первая словесная перепалка Эммануэля Макрона и Матео Сальвини. Почему и как спорят европейские лидеры, расскажет Елена Абрамович. В этот раз первым разразился критикой Матео Сальвини. Итальянский вице-премьер в тот момент встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Оба настроены критически в отношении мигрантов. Сальвини, дискутируя на тему беженцев, стал обвинять французского президента в лицемерии. Дескать, Макрон проповедует европейское сотрудничество, но проигнорировал просьбу Италии помочь с беженцами. Учитывая, что президент Макрон тратит свое время на чтение лекций другим правительствам, ему в первую очередь следовало бы открыть свои собственные границы. Начать можно с границы Вентимилья, хоть завтра утром. Утром на следующий день Эммануэль Макрон катался на велосипеде. Вместе с датским премьером осматривал Копенгаген в рамках официального визита в Данию. Но по просьбе журналистов ответил Сальвини и Орбану, которые практически объявили его своим общим врагом. Понятно, что сегодня между националистами и прогрессивными политиками существует большая пропасть. Я не уступлю националистам и тем, кто проповедует ненависть. Если они хотят видеть меня своим главным противником, то они правы. Такие диалоги по телевизору между лидерами Италии и Франции уже стали привычными. Недавно Макрон, например, назвал отказ Италии принимать беженцев популистской проказой, которой страдают соседи французов. А Сальвини описал французского президента как вежливого молодого человека, употребляющего слишком много шампанского. В немецком Хемнице снова неспокойно. На очередной марш протеста вышли правые радикалы. Тем временем немецкие СМИ задаются вопросом, почему полиция города оказалась не готова к беспорядкам. Подробности расскажет Татьяна Лугунова. По подозрению в убийстве жителя Хемнице арестованы двое гражданей Ирака и Сирии. Полиция уже установила смертельное ранение. Пять ножевых ударов в грудь мужчине нанес выходец из Ирака Юсиф А, который, как выяснили журналисты, вообще не должен был находиться в Германии. Два года назад миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца. Он подал апелляцию и получил разрешение остаться в стране на время ее рассмотрения. А еще Юсиф А был хорошо известен полиции. Привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и хранение наркотиков. Как так получилось, что апелляцию рассматривали столь долго? Почему дала сбой система высылки мигрантов, которые совершили правонарушения? Это не единственные вопросы, которые сейчас задают немцы. Много претензий и к полиции Хемница, которая оказалась не готова к масштабным протестам правых после убийства. Хотя ее предупреждали немецкие спецслужбы. По данным СМИ, Федеральное ведомство по охране Конституции еще в воскресенье сообщило силовикам Хемница. В соцсетях полным ходом идет мобилизация правых. В город едут радикалы со всего региона. События, которые мы видели в Хемнице, очень тревожные. В заявках на проведение демонстрации было указано, что выйдут полторы тысячи человек. А на самом деле вышли семь тысяч. Из них шесть тысяч правых и тысячи левых. Сегодня в Хемниц прибыло подкрепление из других немецких земель. Сколько полицейских на правила МВД не уточняется. Задача силовиков охранять стадион, где сегодня вечером состоится встреча премьера Саксонии с жителями города. Мы решили провести этот диалог, потому что многих людей беспокоят последние события в городе. Необходимо отметить, монополия на применение силы принадлежит государству. Это оно устанавливает порядок. Мы позаботимся о том, чтобы совершившие убийства понесли наказание. Как и те, кто шел по городу, демонстрируя нацистские приветствия. Протестовать против этого мероприятия будут правые. Они уже заявили, что проведут возле стадиона свой марш. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Британии выберут самое уродливое здание. В Германии создали помощника для тех, кто плохо спит. А в Мексике приготовили самый большой бутерброд Латинской Америки. Больше об этом и не только далее в нашем обзоре. В Гонконге выставят на торги уникальную фарфоровую чашу, изготовленную в 18 веке при дворе императора Цян Луна. В Сотбис утверждает, что это единственный наиболее ценный экземпляр такого рода, до сих пор находящийся в частных руках. Несколько других подобных предметов хранятся в Национальном музее в Тайбее. В октябре за уникальный лот планируют получить не менее 25,5 миллионов долларов. В Британии проведут конкурс на самое уродливое здание. Премию придумали в журнале Building Design, предложив своим читателям выбрать самое нелюбимое здание в стране за последний год. В этот раз в шорт-лист попали 6 строений, 4 из которых находятся в Лондоне. С помощью такого конкурса организаторы хотят привлечь внимание к архитектуре, которая портит облик британских городов. В Германии создали робота, который помогает бороться с бессонницей. Внешне он похож на подушку овальной формы. Если нажать на поверхность, запускаются вибрации, напоминающие дыхательные ритмы человека с успокаивающими звуками. В меню есть и музыка для засыпания. Если она не подойдет, с помощью приложения в смартфоне можно закачать любую композицию. Все, кто использовал новое изобретение, стали быстрее засыпать в среднем на 17 минут. Стоит такая подушка около 500 долларов. В Мехико приготовили самый большой сэндвич в Латинской Америке длиной 70 метров. Мексиканский бутерброд торта готовится с разнообразными начинками. Организаторы мероприятия создали блюда из десятков ингредиентов. Использовали тысячи кусков хлеба, сотни литров майонеза, килограммы овощей, мяса и специи. За процессом наблюдали сотни людей. Они-то в конечном итоге и попробовали мегабутерброд. В Италии стартовал знаменитый венецианский кинофестиваль. На красной дорожке накануне перед камерами позировали актеры и жюри конкурса. Открыли фестиваль картины «Первый человек» с Райаном Гослингом в главной роли. Это биографическая лента о полете Нила Армстронга на Луну. В основной программе конкурса за главный приз статуэтку «Золотой лев» будет бороться 21 фильм. Имя победителя объявят 9 сентября. Ступеньки к малазийским пещерам Бату в Куала-Лумпуре стали разноцветными. Покрасили их 20 волонтеров. Работники комплекса рассказывают, таким образом хотели выделить объект среди других и привлечь туристов. Кроме лестницы разноцветной стала и часть скульптур перед входом в пещеру. Однако перекраска оказалась незаконной, так как предварительно ее не согласовали с Национальным департаментом наследия. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова